В Алматы сегодня простились с бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, известным фигуристом и народным любимцем Денисом Теном. Проводить в последний путь выдающегося спортсмена и просто светлого человека пришли тысячи людей. Гражданская панихида прошла во дворце спорта имени Балуана Шулака. Провожали звезду фигурного катания аплодисментами. Простые горожане, знаменитые спортсмены, мировые чемпионы. Страна простилась с Денисом Теном. Многие даже не были знакомы с ним лично, но все любили его за искренность, трудолюбие и победы, которые он посвящал своему народу. Он был очень талантливый, хороший мальчик. Я думала, он бы еще многое сделал, если бы был жив. Я прошу всех, что он самолезно его семье, его близкие друзья. Мальчик, мы тебя любим, мы тебя никогда не забудем. То, что он был патриотом, это сто процентов. Его же спрашивали, я говорю, слушай, его в Америку приглашали, в Москву приглашали, на постоянный межжир. Он говорит, нет, я вот мне, говорит, Алексей Васильевич, я Казахстан никогда не сменю. Мне в Казахстане нравится, особенно в Алма-Ате. Вот его слова. Это же надо, это патриотизм настоящий. Весь траур, вся эта атмосфера, и ничто так не сплочает людей, как уход героев. Нет возраста. Мы все равны. Мы все равны перед судьбой, перед Всевышним. И человеческая жизнь действительно, она может закончиться в любой момент. Нужно ее ценить. Поэтому я хочу сказать спасибо нашим героям. Звезда мирового бокса Геннадий Головкин прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы проститься с другом. Склонил голову на панихиде Дениса первый казах-чемпион Олимпиады Жаксылык Ушкимпиров. Почтить память Дениса пришли звезды киноэстрады, музыканты и артисты. Соболезнования семье выразил Серик Сапиев и Ермахан Ибраимов. Большая утрата для казахстанского спорта, для, наверное, всего спорта в целом мире. Денис такой светлый человек, чистый, не знаю даже, как объяснить, высокодуховный человек. И, конечно, мы очень все переживаем и соболезуем родным, близким, родителям. Он, несмотря на трудности, на травмы, он шел вперед. Он хотел прославить Республику Казахстан, он это делал. Он не только в сфере спорта, но и в сфере шоу-бизнеса. Он приглашал всех звезд мирового спорта в Казахстан и делал здесь шоу, радовал людей. Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил родителям Дениса, чтобы разделить с ними боль утраты. Сегодня прощальные слова главы государства зачитал министр культуры и спорта. С глубоким прискорпием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена, известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незурядной личностью, настоящим портретом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене всегда сохранится в наших сердцах Нурсултан Назарбаев. «Я мог бы родиться принцем в Корее», – шутил сам Денис, – «но родился простым мальчишкой в Казахстане». И за свои 25 лет Тен прославил родину на всех мировых спортивных площадках. Он был первым во всем, первый и пока единственный фигурист в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр, чемпион Азиады и Универсиады. И он первый в мире вышел на лед Олимпиады 16-летним мальчишкой. Боец и романтик одновременно, как говорят о нем друзья. Он писал музыку к своим шоу, собирался выпустить альбом собственных песен, профессионально занимался фотографией. А недавно Денис купил гитару, чтобы и в этом стать тоже лучшим. Владимир Бовки, Сноурдов, Леджик Сыбаев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24.